МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стали собираться у здания правительства намного раньше. Протестующие прошли шумным шествием со свистом и барабанной друбью к зданию кабинета министров с плакатами, на которых было написано, почему правительство нас обирает, бедность. На некоторых пиетчиках были надеты маски с изображением лиц министров и премьера. Но никто из министров, пришедших на заседание Кабмина, к протестующим, которые потребовали отставки, правительство не вышел. В свою очередь, спикер Сэма Солуита Абблтани признала, что счета за отопление в Латвии драматические, но коалиция, скорее всего, не поддержит снижение налога на отопление. Организатор акции «Професс-Лабо» уже заявил, что протесты продолжатся. В понедельник во время телепрограммы «Без цензуры» кандидат в мэра Риги от Единства с Армит Элларта заявил о том, что будет принимать официальное заявление в Рижскую Думу на русском языке и соберет вокруг себя команду людей, которая помогла бы принятое заявление на русском языке переводить им на латышский язык. Сегодня в интервью радиостанции «Болтком» госпожа Элларта уточнила свою мысль. Будучи мэром, она намерена принимать официальные заявления в Рижскую Думу на русском языке исключительно в чрезвычайных ситуациях. В Рижской Думе должны быть люди, которые в чрезвычайных ситуациях способны помочь людям, обратившимся на английском, немецком, польском или русском языках. Это только в случае чрезвычайных ситуаций. Но ни одному работающему в Рижской Думе не может быть выдвинуто требование о знании русского языка, потому что в Латвии единственный государственный – латышский. Я говорю только о чрезвычайных ситуациях, когда обращается гражданин Евросоюза, который говорит, например, на английском языке. Нужно найти возможность помочь этому человеку. Но это не означает, что в Рижской Думе нужно принимать заявление на русском. Абсолютно понятно, что всем людям, живущим в Латвии, нужно знать латышский язык. Ирина Хакамада – российский эксполитик, писательница и предприниматель, публичный деятель, имеющий большой опыт работы во власти, выступила сегодня в Риге с мастер-классом «Дау жизни. Анатомия личного успеха», во время которого поделила собственным рецептом, приведшим ее к успеху, совмещающим восточную философию, западные бизнес-подходы и российскую культуру модерна и постмодерна. Хакамада побывала также в гостях радио «Болтком», где также поделилась мнением на актуальные темы, в том числе высказалась о латвийско-российских отношениях последнего времени. По ее словам, с момента развала Советского Союза кардинально в отношениях Латвии и России ничего не изменилось, и основные проблемы остались теми же. Ничего качественного не изменилось. Они всегда были такими после развала Советского Союза. Никогда они не были никакими сильно дружественными, никогда они не были сильно конфронтационными, потому что Латвия очень сильно зависит от России, от русских денег, от транзита и от всего на свете. С другой стороны, члены Евросоюза, поэтому все время демонстрируют свою абсолютную независимость. И вопросы гражданства все те же самые, поэтому ничего не изменилось. Это искусственные такие этапы, то потепление, то охлаждение. Все одно и то же. Хакамада также отметила, что измениться ситуация может только вместе со сменой поколений. Напомню, ранее посол России в Латвии Александр Пешняков заявил о том, что в отношениях обеих стран намечаются отрицательные тенденции. Об этом говорил и глава латвийского МИДа Эдгар Ренкевич. Инна Равилкостя, предпринимательница и супруга бывшего высокопоставленного чиновника СГД Владимира Вашкевича, обвиняемая во взяточничестве, направила кассационную жалобу в Сенат Верховного Суда. Она опротестовывает решение Палаты по уголовным делам Верховного Суда, по которому она приговорена к тюремному заключению и конфискации денежных средств. Во время сегодняшней пресс-конференции Инна Равилкостя заявила о своей невиновности и о том, что дело против нее сфабриковано. Группа людей спецслужб и преступники преследовали чисто корыстные интересы. Да, произошла сделка, да, были деньги, причем живые деньги, еще они не успели вложиться в какой-то бизнес. И почему-то считали, что очень легко их отобрать. Это можно проследить, начиная с 2005 года, когда пытаются похитить мою дочь, а в это время непосредственно спецслужбы ведут прослушку. Это мы выяснили только в процессе судебного разбирательства, что было разрешение на прослушку. В это же время, аналогично, во время, когда Владимира взрывают, тоже ведется прослушка и наружная слежка. То есть одни, используя правовые возможности, запрашивают, прослушивают и следят, а преступники, пользуясь этим, взрывают, уничтожают, пытаются похитить. Это счастье, что моя дочь жива. Ранее Инара Вилкаста неоднократно заявляла, что полиция и КНАП завели против нее за последние 6 лет свыше 50 уголовных дел. Многие из них были заведены по заявлению бывшего коллеги Вилкаста по бизнесу Раймонда Шталбергса, который был признан вымогателем денег и приговорен к 7 годам тюрьмы. Следует отметить, что некоторые из уголовных процессов против Вилкаста были закрыты за отсутствием состава преступления или за отсутствием события преступления. Хотя общий уровень преступности в стране в прошлом году снизился на 3,3%, тревогу вызывает рост числа особо тяжких преступлений, заявил сегодня генеральный прокурор Эрик Калмайерс. По сравнению с 2011 годом, когда было совершено более 51 тысяч преступлений, их число уменьшилось на пару тысяч. В последние годы уровень преступности почти не меняется. Однако генпрокурор обеспокоен ростом числа тяжких преступлений. На 30% в прошлом году возросло число убийств, изнасилований, мошенничества и вымогательства. А число связанных с наркотиками и преступлений увеличилось на 40%. Одной из возможных причин такого роста Калмайерс считает катастрофическую нехватку кадров в полиции. Заболеваемость гриппом на прошлой неделе выросла на 2,5% и составила 438 случаев на 100 тысяч населения. Это самый высокий уровень заболеваемости с начала эпидемии и более высокий, чем в прошлом году. Больше всего больных гриппом в Лепой, Елкове, Даугавпилсе и Риге. На прошлой неделе до 273 увеличилось и число госпитализированных больных. В том числе 81 был госпитализирован с воспалением легких, вызванных гриппом. Комитет Рижской думы по вопросам сообщений транспорта одобрил предложение о бесплатном проезде в общественном транспорте столицы для учащихся профессиональных школ и инвалидов третьей группы с 20 марта этого года. Первоначально планировалось, что инвалиды смогут бесплатно ездить в транспорте с 15 марта, а учащиеся профессиональных школ с 1 сентября. Но председатель комитета Вадим Бараник предложил вести льготы для этих пассажиров с 20 марта. Здание Латвийского национального художественного музея давно не соответствует стандартам. После реконструкции в здании будет установлена система климат-контроля, обновлена система кондиционирования. Это необходимо как для экспозиции, так и для посетителей, поскольку зимой в здании очень холодно, а летом слишком жарко. Об этом радиоболтком рассказала директор музея Мара Латце. У нас 14 градусов зимой примерно в экспозиционных помещениях, плюс 14, да? А счеты на это отопление огромнейшие, да? Но мы все равно там ничего не можем делать. То есть 14 градусов, несмотря на то, что топят? Да, да, да. А летом, когда на улице плюс 30 градусов, у нас больше 30 градусов в залах. Это, конечно, очень плохо. Оптомальная температура около 20 градусов, чтобы это было хорошо для картин и чтобы это было хорошо для людей-посетителей тоже. Стоит отметить, что в последний день перед началом реконструкции Латвийский национальный художественный музей посетили 1905 человек. Это символическое число для музея, так как он открылся как раз в 1905 году. За последние 10 дней перед закрытием его посетили более 15 тысяч человек. Как сообщалось, вчера, в последние дни работы, очередь в музей стояла аж до здания Латвийской художественной академии. После реконструкции Латвийский национальный художественный музей вновь откроет свои двери в 2015 году. Латвийский национальный художественный музей